МОЛОДЕЖНОГО МЕЖНОРОДНОГО МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ФОРУМА Механ Жан Курбанов, да? Что-то так, минуточку. Да. Представим наших сегодняшних гостей. Это Гаджададаев Магомед Зайрбегович, ректор Дагестанского государственного института. Виталий Тарасов, священник, секретарь Махачкалинской епархии. Мурат Магомедович Шафиев, заместитель министра по национальной политике и делам религии. Мухаммад Майранов, заместитель муфтия. И Асхабали Мурзаев, директор этого форума. Ну что же, уже седьмой раз, да, если не ошибаюсь, форум проходит. Это достаточно. Уже можно сказать, что он прописался в республике. Мурат Магомедович, можно так сказать, что он прописался и уже никуда... Можно, конечно, сказать, почему, потому что форум, можно сказать, состоялся, он прижился, он востребован и уже седьмой раз проходит в таком формате. И хотелось бы отметить, что с каждым годом он преображается новыми мероприятиями, новым наполнением, новыми участниками форума. И всегда поддерживается тремя нашими традиционными конфессиями. И хотелось бы отметить, что необходимость его проведения была отмечена и экспертами из федерального центра. И была даже озвучена идея, что есть такая потребность проводить его и в других регионах нашей страны, поскольку форум своей задачей имеет воспитание у подрастающего поколения культуру межнационального и межконфессионального общения, сближения и консолидации, так скажем, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Ведь, пребывая на площадках форума, молодежь за эти дни получает уникальный опыт общения, познания, изучения религии, традиций, обычаев, быта и так далее. Тех, кто исповедует иную религию, тех, кто может говорить на ином языке. Когда мы говорим о том, что седьмой раз он проходит в республике Дагестан, это такое целенаправленное удержание этого форума в нашем регионе? Или в перспективе вообще предполагается, что площадка поменяется, может быть? Форум у нас ежегодный. Это уже добрая традиция стала в регионе, именно в Дагестане проводить такой форум. Идея изначально возникла еще семь лет тому назад, когда продумывался вопрос, поскольку времена были непростые, вы сами знаете. Тот период вообще был сложный. Тот очень сложный период. Необходимо было вырабатывать новые формы и методы воспитания у молодежи культуры межнационального и межконституционального общения. Поскольку мы понимаем, что в то время молодежь была под прицелом основным. И вот Магомед Расул еще в 2013 году такая идея зародилась. Предложил ее тогда владыка, архиеписк Пакаб Варлаам. Поддержали представители всех конфессий. Муфтии нашей республики Ахмад Афанди поддержал. Поддержал Валерий Шемиевич в лице представителей юдейской общины. Поддержал руководство республики и таким образом возникла идея, которая в последующем реализовалась, воплотилась в практической плоскости. И хотелось бы отметить, что ежегодно проводя такую площадку, получаем очень положительные отзывы не только от самих участников, от молодежи, но и от экспертов. А экспертами выступают не только представители конфессий, не только представители научного сообщества, но и эксперты федерального уровня, уровня СКФО, которые ежегодно приезжают, участвуют и оставляют свои, так скажем, пожелания, замечания, предложения. Теперь мне понятно, почему в седьмой раз в Дагестане, во-первых, идея зародилась здесь, в республике, это раз. Во-вторых, даже если бы идея зародилась где-нибудь за пределами республики, в Москве, в Петербурге, все равно уместно было ее проводить в Дагестане. Почему? Нужно объяснять. Да потому что вот все эти 20 лет, больше 20 лет, что все эти процессы общественно-политические, они так или иначе вокруг конфессии вращались. И ислам использовали в деструктивных целях, и борьба с терроризмом, экстремизмом, все это необходимость, сама жизнь как бы вызывала саму необходимость. Ну вот мне интересно вот что. Вот кто отбирается, и как отбор происходит? Наверное, это больше и к вам, и к Асхабали, как к директору непосредственно, да? Как производится отбор, отбор, да, участника, потому что мы знаем, что в Дагестане, помимо того, что есть основные три конфессии представителей, трех конфессий, есть еще и внутри конфессиональные какие-то различия, которые всегда критикуют, что, в частности, муфтият, критикуют, что они там где-то своих могут отобрать в лагерь, тот, в частности, на форум, где, как я понимаю, жизнь проходит как в далеком Советском Союзе. Вот у нас был пионерлагерь, где старшеклассники, младший класс, там, свой распорядок дня, так это проходило? И вот по части отбора тоже, как производился отбор, потому что есть ли смысл, вы мне простите моему скептицизму, есть ли смысл отбирать людей, уже понимающих проблемы экстремизма, или все-таки колеблющихся, кого там отбирать? Потому что тот, который и так заряжен на борьбу с экстремизмом, знает это понятие диалога, дипломатичен, довольно-таки толерантен в отношении конфессии, ему, наверное, смысла нет что-то объяснять, он как бы уже готовый человек в хорошем смысле. А люди колеблющиеся, вот молодежь, которых поймали в горах, вот здесь, недалеко от Махачкалы, они же вот под влиянием каких-то деструктивных сил, и в том числе YouTube-каналов, разных проповедников. Такие люди не придут ни на одну площадку, Ханжан. Может быть, стоит их пригласить? Сейчас я как бы, это мысли вслух, я прошу Асхабали, наверное, включиться в нашу беседу, и, во-первых, насчет отбора, во-вторых, как вот, чтобы наш зритель понял, каким образом там происходит начинка вот этого форума, лагеря, да, там же живут представители трех конфессий, молодежь, достаточно люди, которые только-только первые шаги делают, это студенты, или какой возраст там, как вообще отбор происходит, и распорядок сам. Там, как в лагере, в советском, вот я был в лагере, да, в советском лагере детско-здоровительном, там утром там шесть часов подъем и так далее, и свой какой-то распорядок. Здесь как происходит, несколько слов. Итак, спасибо за предоставленное слово, уважаемые ведущие, коллеги и телезрители. Салам алейкум, добрый вечер. На самом деле на форум идет отбор, каким образом. Есть возрастная категория, это от 16 до 32 лет. В основном это молодые люди, которые так или иначе имеют с молодежью какую-то работу, опыт работы, которые имеют опыт проведения каких-то мероприятий, то есть непосредственно ведут какую-то, так скажем, просветительскую работу. То есть там молодежь, потому что, вы понимаете, ориентироваться на ту молодежь, так скажем, может быть как-то радикально настроенных, чтобы в их сознании поменять, это... Речь даже не о радикалах, с ними, кажется, короткий разговор. Речь о колеблющихся, ищущих. Ну даже о тех, кто ищет, их, понимаете, очень много. Нам легче собрать ту молодежь, которая уже непосредственно имеет с ними контакт, и диалог, который знает, как с ними работать правильно. Наша цель до них довести, а дальше они уже доводят посыл и цель этого форума, то есть вообще сосуществование, да? Идея в чем вообще, основная идея форума, если вот так взять? И насколько вот вы прочувствовали, наверное, и представителям конфессии, где-то может быть, мы сейчас говорим о том, что форум же не последний раз, дай богу, он же будет продолжаться еще, и на многие лет вперед, я вот прошу вас где-то, может быть, то, что было, итоги подвести, но подводя итоги, несколько слов, может быть, пожеланий на будущее, что можно дополнить, как можно этот форум улучшить, усилить вот его работу? Цель, вы знаете, так, несмотря на то, что мы всегда в нашем регионе проживали с представителями других конфессий всегда мирно, то есть у нас нечего было делить, у нас всегда все было общее, и мы знаем, что Республика Дагестан является зарождением трех религиозных конфессий, да, колыбелию, можно сказать. И поэтому в этой связи проблем у нас никаких не было. Но есть какие-то особенности, детали, культура, которую мы еще полностью не познали, наших соседей, так скажем, представителей православных или же представителей иудейских общин, то есть не прочувствовали еще полноценно. Мы проводили общие праздники, еще с детских времен, я помню, мать рассказывала, что иудеи проводили там праздник, да, Песах, приглашали их домой, как бы на Урза, Байрам, на какие-то праздники проходили, они к нам домой. Каких регионов приезжают ребята? Это откуда? Кто это? Ну, с разных регионов России, в основном это Северного Кавказа, есть, конечно же... Северный Кавказ это Чечня, Ингушетия, правильно? Кабарда там и так далее. Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Краснодар, Ставропольский край, то есть вот в основном эти охваты. Но есть и представители, конечно, Москвы, центральной части России, Петербурга, Дальнего Востока, Сибири и так далее. Каким образом подбираются эксперты? Кто эти люди, которые прокачивают, скажем так, вот этих молодых? Еще хотелось бы добавить, ежегодно, он же называется международный, ежегодно у нас принимает участие и представители других стран тоже. В этом году отличился форум тем, что присутствовало и с Ближнего и Дальнего Востока, то есть это за рубежи. Это арабы присутствовали и это азербайджанцы тоже, да? Арабы, они были удивлены проведению такого мероприятия, так как они тоже как бы живут совместно с христианами, с иудеями. То есть мы знаем, что... То есть это для них такой как бы опыт немножечко необычный? Необычный, да, потому что впервые они сами встречаются с таким форматом и вообще с беседой, с диалогом. То есть тут сидит христианин, тут иудей, все задают вопросы представителю там религиозных конфессий, вместе идут, кушают, да, обедают, вместе зарядку совершают, вместе участвуют в игре Brain Ring, там, своя игра, что, где, когда, то есть, да, вот такие игры. И это для них как бы новый вызов, что ли, на взгляд, современный взгляд дагестанского российского общества. Мы еще вернемся к начинке форума, скажем так, что там внутри происходит, какие игры, какие... Я бы хотел задать вопрос Магомеду Зайербековичу. Какое вообще сопровождение? Вот Даги... Вот ваш вопрос. А, да, да. Пока мысль не ушла, я дополню. Вот то, что вы говорили, Хаджан, касательно колебли, насколько я увидел, не первый год я сам был участником этого форума, цель не колеблющегося собрать и заставить, грубо говоря, их жить там солидарно друг к другу, проявляя уважение, а цель как раз-таки собрать людей, переживающих активистов среди молодых людей, которые на своем примере, прежде чем мы колеблющимся, чем их задействовать, сначала мы должны их убедить в том, что это возможно, что это реально, на своем примере показать, что мы мирно сосуществуем, там, как вот Асабли сказал, совместные какие-то игры, брейринги, там, общение между собой, живой диалог, как на официальных каких-то площадках, так и за куаларами, да, за кулисами, за кулисный разговор. И потом на примере, на своем личном примере показать, осветить, что это возможно, а дальше, чтобы уже первый шаг для колеблющихся людей, это увидеть, что это реально возможно, а второй шаг уже потом по желанию прийти, поучаствовать, там, заявить о себе и сказать, что он тоже хочет принять участие. И второй момент, мы для себя перенимали опыт от представителей, да, от соседних республик, от других там, жителей других регионов, то есть так или иначе, это молодежь, которая там собралась, они работают, они не просто люди, которые как в лагерь приехали отдохнуть, это люди, которые сталкиваются с массами молодежи, это люди, которые активисты, там, представители религиозных организаций, вот опыт работы перенять, как дальше уже работать с молодыми людьми. То есть это эти люди уже в перспективе будут работать исколеблющимися и так далее. Ну это такая заряженная группа такая, да, достаточно такая. Вот по частям... А экспертам кто? Кто эти эксперты? О чем они говорят? И как это... По экспертам, Магамзер Бекович, и как гуманитарный институт? Ну, мы знаем, что гуманитарный институт, и зрители, напомню зрителям тоже, что гуманитарный институт последние несколько лет уже стал таким опорным пунктом формирования такого хорошего теологического базиса в Республике Дагестан, и такое гуманитарно-теологическое направление развивается в институте. И в этом смысле вполне логично участие гуманитарного института в этом форме. И, естественно, наверное, какое-то экспертное сопровождение было, да? Какие-то мастер-классы, семинары, вопросы-ответы. Вот об этой работе несколько слов. Уважаемые ведущие, уважаемые друзья, коллеги, я рад вас всех приветствовать. Да, в этом году Дагестанский гуманитарный институт, он выступил исполнителем данного форума. Как было уже сказано, заказчиком было Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Исполнителем был Дагестанский гуманитарный институт. И как исполнитель этого мероприятия в наши задачи входила организация всего процесса форума от выстроения логистики, приезда гостей, размещения, организации всех площадок, организация экскурсионных выездов по республике. И, говоря уже о экспертах, здесь было сказано, что участниками были именно в основном близлежащие наши соседи с Северного Кавказа. В качестве экспертов выступали уже научное сообщество, духовные лидеры уже более дальних наших регионов России, начиная, так скажем, муфти Дальнего Востока принимал участие, заместитель муфти Магаданской области Красноярский край, Санкт-Петербург, муфти Татарстана. То есть такая солидная аудитория была собрана, экспертная. И, безусловно, всем участникам была дана возможность принять участие на ВИП-лекциях этих наших уважаемых гостей, где они могли в таком свободном формате задавать вопросы, выслушать какие-то экспертные мнения. И, как бы, мое личное мнение, вот в такой формат организации этих мероприятий, как Асхабали уже сказал, что были организованы спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, и в дополнение того, что вы сказали, советский лагерь, да, вы сказали, вот на данном форуме каждая минута была расписана у участников, начиная от утренней зарядки. Кстати, к проведению утренней зарядки были привлечены наши именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. И в 7 утра они вставали, начинали зарядки, дальше завтрак, и вот каждая минута вип-лекции, интеллектуальные игры, тренинги на командообразование, то есть... Валерий Заграбьевич, учитывая нынешнюю обстановку вот этой пандемии, вы не боялись, как бы, были какие-то дополнительные новшества, которые были введены в этот форум, с учетом нынешних реалий? Я так скажу, что... На предыдущих форумах количество участников было 150, и учитывая пандемию, Министерство по национальной политике, я, может быть, этот замороза отвечу здесь, в этом году количество участников было сокращено до 65, но количество дней, чтобы не выходить из рамки техзадания, количество дней увеличили от 4 до 7. То есть, если в прошлом году форум проходил 4 дня, и 150 участников было, то в этом году было 65 участников, и в 7 дней проходил форум. И, конечно, везде соблюдали все необходимые нормы санэпиднадзора, и масочный режим, и социальная дистанция, даже открытие мы провели на открытом воздухе, чтобы обеспечить... В общем, как и закрытие. Может, следует вообще в дальнейшем тоже 7 дней проводить? Что такое 4 дня? Мне кажется, что человек, это без заезда и отъезда, да? Ну, здесь Мурат Магомедович уже скользко отметил, вот у нас, как было сказано, были представители качества экспертов с различных федеральных уровней, и некоторые наши эксперты, они были удивлены тем форматом этого мероприятия, и как бы вопрос был поднят на уровень, чтобы в следующем году перейти на всероссийский уровень, чтобы уже привлечь участников со всех регионов России, и уже более расширить... Расширить и по дням тоже увеличить. И по дням, да, то есть уже такой статус... Акинс Виталий, вот вы, я так понимаю, в качестве эксперта там выступали и общались с молодыми. Более того, насколько я понимаю, вы один из тех, который не пропустил ни один из этих форумов. О чем вы говорите с ребятами? И есть разница между форумом, который впервые проводился вот тогда, 7 лет назад, и вот сейчас какая динамика? В вопросах может быть, в подаче? О чем думают ребята сейчас? Как они задают вопросы? И что вы им говорите? Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сердечно хочется поблагодарить за то, что такие вопросы поднимаются у нас в СМИ. И форум закончился, но мы это продолжаем обсуждать и находить, наверное, точки соприкосновения и те вопросы, которые позволяют нам в дальнейшем усовершенствовать работу форума. Что касается непосредственно форума, да, так получилось, что уж не знаю, насколько это хорошо или плохо, но все эти 7 лет я непосредственно принимал участие в работе этого форума, и большей части в этих годах я был именно в качестве эксперта. Знаете, когда мы первый форум готовили, очень много было всевозможных опасений, как это все у молодежи будет восприниматься. Я вот сейчас только что мы обсуждали с Абали по поводу того, как долго выбиралась эмблема форума, чтобы учесть специфику всех конфессий, ни в коем случае там никак никого не ущемить в тех или иных правах. Очень щепетильно относились. Да, очень щепетильно. Там очень щепетильно к баннерам относились, к форматам мероприятий. Даже вот тот же самый брейлинг, к вопросам, которые мы прорабатывали, я помню, с представителями каждого конфессии перерабатывали все вопросы, чтобы, не дай бог, в формулировках никак никого ни в коем случае не задеть религиозные чувства, скажем так. И первый форум, я до сих пор помню, знаете, как первые даже два, наверное, форума. Молодежь была разная. Вот мы говорим про то, что молодежь уже подготовленная, которая не сомневающаяся. Там были ребята разные, были ребята. И вопросы задавали очень даже иногда интересные. Ну, 13-й год и 20-й год. Интересные не в том плане, что они были какими-то, значит, просто умозрительно интересными, а в том плане, что где-то даже чувствовалась вот эта вот грань, богословский этот вопрос, или же этот вопрос такой общий, с политическим каким-то уклоном, или вопрос... Ну, тут были разные вопросы на самом деле. Последние годы, конечно, молодежь стала уже намного более подготовленной. Вопросы стали более и тактичнее, с одной стороны, с другой стороны, более даже так и грамотными, с религиозной точки зрения, с богословской точки зрения. И даже формулировка и задача, подача этих вопросов, она стала совершенно на другом уровне. Это вот мои личные наблюдения. Хотя ни в коем случае не ущемляю первых участников форума. Там тоже были очень интересные ребята. Действительно, с такими вопросами, на которые надо перед тем, как ответить, еще подумать. Даже человеку богословский образован. Состав разный каждый раз, да? Состав, как правило, разный. Бывает, случается, ребята некоторые приезжают, да. Но в большей части это, конечно, состав совершенно разный. Если касательно сугубо вопросов, точнее бесед с православным священнослужителем, что тоже регулярно совершается, то, конечно же, что мне лично нравится, что ребята, как правило, задают эти вопросы. Ну, вот мы как-то до этого обсуждали, значит, знаете, когда человек задает вопрос, если посмотреть ему в глаза, ты можешь понять, этот вопрос его интересует, ответ на этот вопрос. Или он с подвохом. Или он с подвохом, он пытается просто вывести тебя на какую-то провокацию. Так вот я вам скажу, что, в частности, вот последний форум, да, все вопросы, вот чувствовалось, читалось в сердце людей, ребят этих, что они искренне, им интересно услышать, что ты на этот вопрос ответишь и узнать, в чем же смысл того или иного понятия, или там самой веры и так далее и тому подобное. То есть... Провокатор уже не остался. Я бы не сказал, что это, знаете как, вот мое мнение, это не в том плане, что сейчас очень хорошо фильтруют на начальном этапе. Мое мнение, что как раз-таки та работа, которая проводится Министерством по национальной политике, в целом нашей республиканской властью и конфессиями дает плоды. И вот эти семь лет, посмотрите на то, что происходит в нашей республике. В том числе, я не хочу, конечно, говорить о том, что именно форум все это преобразовал, но в том числе, я думаю, что весомый вклад в общую вот такую тенденцию, конечно же, внес в форум. То есть это не просто разговоры мир и мир, как хорошо мы здесь собрались, а довольно такие, в том числе и канонические какие-то выкладки. Я, знаете, я каждый раз, когда прихожу на такую встречу, внутренне молюсь, чтобы, дай Бог, мне корректно и качественно суметь ответить на эти вопросы. Потому что я понимаю, что этот человек считает меня экспертом, и любой мой ответ он воспринимает как истинную последней инстанции, особенно если человек неправославный. Поэтому вопросы очень интересные бывают. И мне лично всегда интересно в этих беседах участвовать, даже сам получаю удовольствие в какой-то степени. Потому что когда ты видишь, что ребята действительно интересуются, это, знаете, это заряжает внутренне. Это заряжает внутренне. Поэтому, кстати, небольшая ремарка по поводу, часто упоминаемого здесь примера с лагерем советского периода. Я бы даже, знаете, заглянул в более дальнюю историческую перспективу. Дело в том, что, знаете, в нашей стране всегда были большие семьи очень. Огромным количеством детей по нашим местам. Если у нас сейчас трое детей считается многодетная семья, то раньше, наверное, в дореволюционное время просто высмеяли бы это. От пяти? Да какое там, от пяти? У меня среди родственников, близких, было 10 детей, допустим, по линии матери. И это считалось средним количеством детей. Это считалось средним количеством детей. Так вот, я почему к этому обращаю внимание. Когда дети находятся в быту, и всегда ведь воспитывали внутри семьи. Это сейчас у нас такая мода вышла, там, выезжать куда-то, образование получать. Тогда в деревнях, в городах дети, они росли в семье. Их отец и мать всё время воспитывали. Так и здесь. Знаете, мы возвращаемся, мы объединяем детей, мы попытаемся в быту их всех, скажем так, познакомить друг с другом. Вот главная мысль. Потому что, ещё раз, может быть, не слишком много говорю, форматов ведь межконфессионального диалога очень много сейчас. Это встреча, вот мы часто с Мухаммадом Хаджи участвуем, встреча с молодёжью, там, студентами, школьниками и так далее. Но эти встречи какие? Мы приходим на площадку, мы перед ними выступаем, они несколько скованно, атмосферно относятся, потому что здесь педагоги их не сидят, не дай бог они ничего-то скажут, их ещё выгонят с этого университета. Как правило, очень часто, что и вопросов там много не поступает, или вопросы очень-очень там отфильтрованы. То здесь это просто невозможно. Здесь они в раскованной обстановке, они как у себя дома. Это мы как будто к ним в гости приходим. А вот в этой связи у меня вопрос к Мухаммаду Хаджи. Вы о чём говорите? Здесь бывают вещи, которые обсуждаются, может быть, межконфессиональные какие-то там диалоги. Но ни для кого не секрет, что мы внутри конфессионального, вот именно внутри ислама есть тоже масса вопросов у ребят. Вы о чём говорите, представители муфтиата? Ну, безусловно, как было сказано, от этого форума намного больше, можно сказать, отдача, да, и той желаемой цели, чем вот от встречи вот со студентами и школьниками. Но даже там, встречаясь в вузах, в СУЗах и в школах, даже там для людей это бывало нонсенс, когда люди, представители трёх конфессий приходят, и там ещё вместе представители власти, и мы четвером сидим вместе, заходим, уступая друг другу дорогу, садимся там, не просто там формально всё это делаем для галочки, а показываем, что можно и нужно сосуществовать мирно между собой. И понятное дело, что религиозная доктрина христианская и мусульманская, там есть определённые там разницы, да, это не одно и то же, и мы всё это прекрасно знаем, но это же нам не мешает там, уважать друг друга по-человечески, относиться друг к другу хорошо. И само вот это понятие толерантность и веротерпимость, я всегда, когда выступаю об этом, я говорю, я сторонник, чтобы заменить эти понятия. Всё равно это не то, к чему мы должны стремиться, не терпеть друг друга и быть толерантным, а взаимоуважение, почитание друг друга, сопереживание друг за другом, как за своих близких, родных людей. И результаты есть, и молодёжь понимает, что вот то, что вы говорите о внутрирелигиозных каких-то моментах, взглядах, мы же знаем, какими методами люди пользовались, чтобы нас убедить в том, что мы должны враждовать, что мы должны друг к другу плохо относиться. А на примере жизни пророка, мы рассказываем о своей религии, мы не просто говорим, что у нас получается, мы рассказываем, что в исламе это есть. В исламе прописано и говорится, и на примере нашего пророка и других праведных предшественников мы показываем, что ислам не то, что им сегодня преподносит интернет. — Понятно. Вот молодёжь, они наверняка обсуждают вот те или иные, допустим, обряды, какое-то богослужение, да, а у вас как там, а у нас вот так там и так далее. Не разногласия, а вот просто хотя бы из интереса. Вот почему, допустим, кадила используется, да, в храмах, почему вот, допустим, какие-то песнопения потом, почему то или иное. Наверняка задают вопрос, почему такое поклонение Лене. А у вас бывают между собой по ходу какие-то вещи, которые вы узнаёте и с интересом пытаетесь анализировать? — Ну, не только. — У ребят понятно, а вот между священнослужителями... — Ну, ни в коем случае не бывает с такой целью, вот, как ответить. — Нет, не для того, чтобы спорить, просто для интереса. — Для того, чтобы спорить, сегодня даже ребята не задают вопрос. Они понимают, что нужно уважать человека и его мнение. — Это не площадка для споров. — Да-да-да, они понимают, что эта дискуссия ни к чему не придёт. А то, что мы будем там, чья религия круче и чья религия правильнее или что-то, они понимают, смысла нет. — Нет, не об этом речь. — А между собой мы, я спрашиваю, задаю вопросы. Вы, наверное, наверняка видели видеоролик, когда у меня была встреча с молодёжью, там присутствовал коллега отца Виталия, отец Иоанн. И когда я обратился к молодым и сказал, перечислите пять столповых ислама, поднял руку отец Иоанн и отвечал, видеоролик даже есть в интернете, распространился. То есть мы друг друга познаём, мы изучаем, мы задаём друг другу вопросы и стараемся не задеть чувства верующего человека, не с целью его на чём-то подловить, а просто мне на самом деле бывает много чего интересного из иудейской религии, из православной религии. И мы знаем, что и в христианстве тоже есть различные направления, например, на католической церкви. Я задаю вопрос, какая между ними разница протестанты. И они по мере своих знаний, своих возможностей отвечают. И я, лично я, если за себя говорить, много полезно. Вот здесь, наверное, всё-таки главное умение... А с хабали что-то хотел сказать? Да, я оставлю реплику тоже. Умение сосуществовать, это же основная цель, как я понимаю, чтобы мусульмане, православные, иудеи, живущие хотя бы в Дагестане, умели сосуществовать. Это основная, как я понимаю. Может, я ошибаюсь, вы поправите меня. Ну, просто я хочу сказать, что я был на одном из секций. Был в качестве модератора, участвовал, а потом мы уже итоги подводили этой конференции. Там представители мусульманской религии стойко много интересных аятов и хадисов приводили о том, как относятся мусульмане к братьям-христианам, братьям-иудеям. Я просто говорю, молодежь не знает всего этого. Вот за бортом форумов, за бортом конференций, к сожалению, круглых столов и телепередач зачастую, хотя мы вещаем в разных форматах, и в YouTube, и на разных площадках электронных, но тем не менее, за бортом остаются те невежды, как по-другому их назвать, мягко еще называя, которые не знают и не хотят этого знать, может быть. Но хотя бы вот эти заряженные ребята, которые выйдут уже с форума, одухотворенные, понимающие, готовые, это я их называю агенты милосердия, по-другому, потому что они идут в общество и должны сказать, ребята, давайте взаимосуществовать мирно, уважая друг друга. И это заповедовали нам наши отцы, наша религия, наше священное писание. Вот такой разговор, он возможен вообще? Я вот хотел бы, чтобы и отец Виталий, и Мухаммад Хаджи. У нас четыре минуты. Я вот хотел добавить, не только наше время, но, наверное, нам есть чему гордиться, да, за Дагестан, в том, что из-за исключения вот этих бытовых ситуаций, я не помню и не слышал от наших старших, что в Дагестане, в частности, были какие-то серьезные там столкновения двух каких-то конфессий или двух каких-то наций на этих вопросах. У нас богатый опыт в этом плане. Наши предки показали, недавно, вот наш муфти Ахмад Афанди выступая, рассказывал, когда воевали в Великую Отечественную войну, там и не спрашивали нацию, не спрашивали религию. Было такое, что когда один солдат спасал другого, он приходил с фронта и своих детей называл именами своих товарищей, которые вместе с ними в окопах находились. У нас есть богатый опыт, и сегодня эта работа как бы продолжается, показываем мы, что и на примере вот и священных писаний, да, и примере наших историй, там правильных наших предков, что сама религия, она, это не вынужденная мера нам жить дружно. Да, это не придумал Майранов, там, отец Виталий, Эллиминат, Редаги, там, что захотели освоить деньги и придумали, что надо дружить нам. Это уже есть давно. Вот эту мысль, как довести до молодежи? Да, что это не компромисс, что это не компромисс, это не какая-то вынужденная мера, что все существует мирно. Это изначально от каждой религии этот посыл идет. Этот посыл идет. Но, к сожалению... То есть нас не заставляет никто, ни хукума, там, как говорят, да, ни какие-то там другие третьи силы. Это уже заложено в основании нашей веры и наших традиций. Я предлагаю, вот, Асхабали уже вот, если можно, каждый вот скажет несколько слов. По минуте давайте скажем. В принципе, я хотел сказать, но за меня уже все сказали. Поэтому я уже промолчал. Но если попытаться несколько подытожить вот эту последнюю мысль, о которой мы здесь говорили, то в наших встречах мы очень часто к этому адресуем. Смотрите, мы говорим о том, что мы должны жить в мире. Мы говорим о том, что это не нами придумано, как вот вы подчеркнули. Это есть в нашем Священном Писании, в истории. В Священном Писании тут могут начинаться споры, потому что вы так толкуете, а мы так толкуем. Здесь написано, но это можно по-разному, с разной точки зрения эти же самые слова, скажем так, переосмыслить. Но когда мы показываем, смотрите, вот в советское время, что было даже при гонениях на религию. Смотрим, что до революции была, Первая мировая война, как в российской армии были специальные подразделения, где были мусульмане, служили, как им даже руководство, если было русское, православное, давали и место, и время для молитвы и так далее. Это же исторические факты. Давайте посмотрим там 1812 года войну. Давайте посмотрим в невоенное время, что происходило в истории нашей страны. И мы, обращая все дальше и дальше в историческую такую ретроспективу, мы видим, что всегда это было. Это не просто за последние там десятки лет как-то нам было привито нашей стране, а действительно это в наших народах, в крови, можно сказать, сидит вот такое мирное сосуществование. И благодаря ему наша страна и есть наша страна так, как она есть на данный момент. И когда молодой человек слышит это, слышит доводы не только религиозные, но и исторические такие примеры, причем таких из достаточно известных людей, на примерах, скажем так, всеми уважаемых людей, тогда вот по Шамилю, допустим, интересная история, там тоже можем говорить о том, как он предоставил храм для молящих. Ну, к примеру, по имаму Шамилю. Тогда этот человек действительно начинает своей головой, своими мозгами осмысливать это и для себя выводить соответствующие, скажем так, ну, решения по дальнейшему своей жизни. Ну, как-то вот так. Майя Зарбеевна. Ну, подводя итоги, я хотел бы кратко два таких момента, которых хотелось бы подчеркнуть. Это, как бы, мы упустили момент, что в этом году форум наш был посвящен 75-летию победы Великой Отечественной войны. И начиная от футболок, начиная от всей атрибутики форума, они были подготовлены в цвета победы, цвета футболок были хаки заказаны, на каждый вот футболок, кепка, блокнот, везде была символика 75-летия. И этим самым мы хотели нашей молодежи показать, как и во время войны, вот отец Виталий сейчас сказал, что во время войны мы не делились на нации, мы встали как один единый кулак и дали отпор, да. И в случае, не дай Allah, что наша молодежь столкнется с такой же проблемой в будущем, но если вдруг так суждено, чтобы молодежь, они точно так же дружно вышли и дали отпор нашему врагу. И второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, это то, что в рамках форума произошел, но об этом везде и много сказано, но я хотел бы еще раз об этом сказать, что в рамках форума произошел один такой случай, который мог бы, он не мог, это мое личное мнение, что он оправдал уже весь форум проведенный, это спасение жизни. В Дербенте, когда мы готовились к подключению к международной конференции, которая проводилась Москвой, то как бы пришла информация, что тонет человек. И эксперт, который был с Москвы, Редника Александр Германович, и сотрудник Дагестанского гуманитарного института Магомеда Закрула, они ни секунды не думая бросились на помощь этому парню, который из Владимирской области приехал к нам и отдыхал на берегу. Великолепный пример. Да, вот пример, когда мусульманин и христианин объединились и приняли участие в спасении гостя республики, который приехал к нам отдыхать. Вот этот пример, он показывает всю цель, ради которого как бы и проводился форум. Подытоживая, на самом деле, коллеги много уже выразили мои мысли, которые я хотел осветить. Мне хотелось бы сказать, что на наш взгляд, на взгляд заказчика данного мероприятия, поскольку хотел бы еще добавить, данное мероприятие стало возможным традиционно проводить благодаря поддержке со стороны региональных властей. То есть это мероприятие проводится в рамках региональной государственной программы по профилактике проявлений идеологии терроризма. То есть здесь и поддержка наших министерств, ведомств, мы забыли немного сказать про Минспорт, про Минмол, которые подключаются ежегодно, Минсвязи и так далее, то есть по освещению. Здесь ряд ведомств тоже содействуют в этом мероприятии. И в этом году, правильно отметил Магомед Зайбелькович, оно было особенным, потому что было приурочено к 75-летию и символика, и внешний вид, и много было мероприятий, посвященных в этом году на познании участников форума именно тех исторических моментов, которые стали возможными благодаря представителям конфессии. Также в этом году хотелось бы отметить, что форум, он был немного насыщен новыми мероприятиями. На полях форума прошел конгресс мусульманских лидеров, это приехали все субъекты СКФО и делились опытом именно в профилактической работе. И в онлайн-режиме все участники, все молодежи имели возможность присутствовать, даже вопросы задавали. Также прошла конференция богословская на полях форума. Также хотелось бы отметить, что в этом году сами участники форума такую акцию совершили у Вечного огня в парке, именно приуроченную к 75-летию. Это была очень уникальная акция по этому поводу. Отснят ролик, он транслируется сейчас. Директор форума подсказал мне, что уже имеет большие просмотры. Там очень интересный ролик. И также молодежь... Можем показать. Да, можно будет его показать. То есть много есть новшеств, но, как изначально мы говорили, есть видение, как его в дальнейшем наращивать, поскольку для нас очень важно было знать мнение экспертов, которые в этом году, в том числе из МГУ, из других авторитетных научных организаций принимали участие. И даже есть такое понимание, чтобы его вынести на уже всероссийский уровень при поддержке Федерального агентства по делам национальности, как бы его развивать. И есть уже, пока мы с вами здесь сидим, буквально на днях с разных регионов есть обращение, где просят поделиться этим опытом. И регионы где-то с Дальнего Востока приезжали наши представители, и благодаря вашей работе по освещению этого мероприятия заинтересовались таким форматом и в других регионах, где проживают большое количество разных национальностей и конфессий. То есть он на самом деле уникальный. Я не буду повторяться. Действительно, это молодежь, о которой и отец Виталий, и Мухаммад Хаджи сказал, которая уже выросла, и уже... Это же не одни и те же люди приезжают, да? Может быть, на самом деле, благодаря комплексной работе, которая у нас в государстве проводится, в целом, и властью, и духовенством, да, совместно, она уже формирует определенное мировоззрение, уже молодежь понимает, но, тем не менее, вот так консолидируя на площадке, вырабатывая и в последующем транслируя посредством не уже экспертов и взрослых людей, или представителей духов, а самой молодежи, оно имеет особый эффект, на наш взгляд. Поэтому мы будем, иншаллах, будем надеяться. Даст Бог, все получится, и мы поделимся этим опытом. Спасибо. Мне остается поблагодарить вас, пожелать дальнейшего успеха. Я надеюсь, восьмой форум, который пройдет уже в следующем году, будет еще лучше, еще краше, и новые идеи будут проходить и участникам, и экспертам. Спасибо вам, друзья. А мы, в свою очередь, обещаем быть рядом и освещать эти все мероприятия. Кстати, я еще предлагаю, пока не забыл, одну идею. Это, наверное, уже директору. Я надеюсь, Алясха будет и в следующем году директором. А за конкурс, да. Если нет, в любом случае, это идея, если директор, нынешний директор запишет, зафиксирует, можно будет ее реализовать. В проведениях, значит, фильма на площадке форума «Один день» с форума, да, где подробно можно будет показать крупным планом всех участников, как это все проходит, чтобы не здесь мы там в течение часа объяснили, а в течение часа показали, что там происходит, начинка форума, и каждый сам мог убедиться. Ну что ж, все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok